Вот, ребята, давайте сейчас я сделаю следующее. Я пользую ЛЕМПУ-4, докажу основную диарему арифметики, а потом я все-таки еще раз объясню ЛЕМПУ-4, потому что я боюсь, что она достаточно трудная, и, наверное, стоит ее объяснить еще раз. Наш конкурс. Предположим, что у нас уже есть четвертая ЛЕМПУ. Сможет ли кто-нибудь из вас привести к противоречию вот эту штуку? То есть представьте себе, что П простое число. А умножить на Б делится на П. А не делится, Б не делится. И представьте себе, что четвертая ЛЕМПУ у нас уже доказана. Ну, на самом-то деле, она у нас правда уже доказана. Ну, вот, задача. Объясните, как получить противоречие к этому рису. То есть, как, собственно говоря, доказать основную диарему арифметики. Доказать, что если произведение двух чисел делится на простое число, то хотя бы один из множителей на это самое простое число делится. Очень красивая идея. Я вполне сочувствую вам. И я думаю, что если бы я сейчас сидел на вашем месте, то я бы тоже не собрал. Нет, значит, что я что-нибудь знаю это с детства, да? Вот так же, как мы выпускаем сегодня эти люди. Ну, вот, я очень боюсь, что если бы я сам, то, наверное, я бы не придумал. Это очень потрясающе. Еще раз, что мы знаем? Мы знаем, что есть два числа. Произведение и делится на нано-произведение. Мы знаем, что сами по отдельности они на понедельник. Надо каким-то образом вот такого типа формул приспособить, чтобы у нас все получилось. Получилось бы противоречие. Ну, давайте рассуждать логично. Если нас пробовать применять трему 4, в которой есть буквы Н, О и Д, то мы должны рассмотреть наибольший общий делитель каких-то двух чисел. Интересный вопрос, каких? Каких? А, И, Б. А, И, Б. А, И, Б. А, И, Б. Такая, что ваш ответ можно понять двоя. Значит, бывают версии А и Б? Бывает А и П. А и Б. А, и Б. А, голосование. Голосование. А, и Б. А, и Б. Кто за первый вариант? Так, молодцы. Спасибо. Кто за второй вариант? Ребята, это типичная совершенно ситуация. В науке большинство чаще всего права. На самом деле, конечно же, конечно же, надо рассмотреть наибольший общий делитель чисел А и Б. Кто у вас находится здесь? Внимание. Вообще, на что делится число П? На какие числа? На себя. И на единицу. Делится ли число А на П? Нет. Значит, наибольший общий делитель равен единице. По той простой причине, что никаких других общих делителей просто нет. Единица это и наибольший общий делитель, и наибольший. Просто других нет. Наибольший делитель. А, и Б. Значит, что? Наиболее А, Б. А нужно делиться на А, и делиться на А, и делиться на А, и делиться на А. Ну смотрите, про А, Б разговора сейчас вообще нет. Мы сейчас говорим про наибольший общий делитель двух чисел А, и Б. А вот теперь применяемый предмет. Вместо А пишем А, вместо Б пишем Б. Получается следующее. Для некоторых чисел целых Х и У, АХ минус, рука сама пишет Б, а на самом деле надо писать Б. А, АХ минус, П, У равняется единице. Ребята, 90% доказательства закончено. Нужно чуть-чуть еще написать, что-то еще получится. Что надо сделать с этим равенством, чтобы завершилось доказательство не вглида, а основной теоремой альфмиции? Не слышу. АХ равно П, И, Б. Ну надо перенести в другую часть. Да, это умно, но бесполезно. Еще? Надо доказать, что так не бывает. Так, и соответственно, еще никто про великую теоремию Фермаха все знают? Нет. История очень простая. В свое время была учреждена огромная премия за доказательства великой теоремии Фермаха. Кстати, в этом смысле человек, который ее доказал, очень не повезло. Потому что после Первой мировой войны премия, огромная премия обесценилась и ничего не досталось. Но очень много лет эта премия будоражила умы. И, соответственно, в Академию наук поступало огромное количество писем, 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 доказательствами, доказательствами. Ну, разумеется, чаще всего от людей глубоко невеждают. В частности, один раз поступила такая телеграмма. Человек настолько торопился, что понял, что если письмо писать, то конкуренты опередят. Что такое великая теоремия Фермаха? Если x в степени n, то есть y в степени n, а на x, y, z... Можно 모르겠어요? Ве, x, y, z, это культуральные числа, и она больше в уроке, то такого не бывает. Так вот, телеграмма была следующая. Доказал великую теорию фирма. ТЧК. Надо перенести Y в степени N в другую часть ТЧК. Подробности в письмо. ТЧК. Поняли, да? То есть человек на полном серьезе подумал, что занимаются вот эти идиоты, что не догадаются перенести и со знаками минус написать. Ну ладно. Ладно. Нет, все-таки, конечно, бывает, что в другую часть что-то решается, но здесь немножко другое. Посмотрите внимательно на то, что мы знаем. У нас B еще отсутствует об условии. А умножить на B делится, А не делится, B не делится. Что можно сделать с этим равенством, чтобы появилась буква B? Да. Умножить на B. Умножить на B, конечно, золотые слова. Пишу. АБХ минус ПБЙ равняется B. Ребята, у нас ведь А умножить на B делится на B. И у нас B делится на B. Извините, получается, что делится на B как разность двух чисел, делящихся на B. Вот, собственно, доказательства Юклида основной теории арифметики закончены.